Урок 9. Мудрая кротость. Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Иакова 3.13. Наш Спаситель поражал людей своей чистой и возвышенной нравственностью, а его любовь и нежная доброта вызывали у них восторг. Самые бедные и смиренные не боялись подходить к нему. Служители Евангелия, 1892 год, страница 261. Раздел 1. Искаженная проницательность. Вопрос А. Какого серьезного зла мы должны решительно остерегаться и почему? Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Иакова 3.14.15. Тот, кто раскрывает свое сердце наущением сатаны, верит злобным предположениям и лелеет зависть, тот часто, наверное, трактует этот свой злобный настрой разума, называя его особым предвидением, способностью к распознаванию или проницательностью в явлении вины постижения недобрых мотивов других людей. Он считает, что обладает драгоценным даром и отдаляется от тех собратьев, с которыми ему следовало бы сохранять единство. Он взбирается на судейское кресло и закрывает свое сердце пред тем человеком, который, по его мнению, ошибается, как будто бы он сам стоит превыше искушения. Иисус отдаляется от него и оставляет его идти самого в мерцании искр, зажженных им самим. Пусть никто из вас больше не превозносится над истиной, заявляя, что подобный дух необходим, если мы хотим справедливо поступать с нарушителями и отстаивать истину. Подобная мудрость имеет много поклонников, но приносит в то же самое время очень много обмана и вреда. Она не приходит свыше, а является плодом необращенного сердца. Она исходит от самого сатаны. Пусть ни один обвинитель других не приписывает себе способности к распознаванию зла, ибо поступая так, он облекает сатанинские качества в одежде праведности. «Я призываю вас, мои братья, очистить храм души от всего того, что его оскверняет, ибо все это есть горкий корень». Библейский комментарий, том 7, страница 936 и 937. Раздел 2. Токсичное поведение. Вопрос А. Опишите неизбежный результат зависти и сварливости. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Иакова 3, 16. Один человек в каком-либо учреждении или церкви, не контролирующий свои недобрые мысли, говорящий злое о братьях, может возбудить наихудшие страсти человеческого сердца и распространять закваску зла, которая будет действовать во всех приходящих с ним в соприкосновении. Таким образом, враг всякой правды одерживает победу, и в результате его работы молитва Спасителя, в которой он просил, чтобы ученики были едины, как он един с отцом, теряет всю силу. Вопрос Б. В противоположность человеческим наклонностям, подстрекаемым врагом наших душ, как мы должны взаимодействовать с другими людьми? Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы. Долюбите друг друга. От Иоанна 13, 34. Ты высказываешь свои суждения о людях и комментируешь их манеры и образ действий, хотя не понимаешь их взглядов и сути работы. Ты на все смотришь со своей точки зрения, и потому готов сомневаться во всем, что делают собратья, или осуждать их, не вникнув толком в суть вопроса и не рассмотрев его со всех сторон. Ты не знаешь, какие обязанности лежат на других людях, и тебе не следует брать на себя ответственность за их поступки. Исполняй свой долг и предоставь Господу исправлять других. Развивай в себе долготерпение, сохраняй мир и душевное спокойствие, и за все будь благодарен. Ты слишком раним. И если слышишь, что кто-то одобряет противоположный образ действий, не тот, который ты для себя избрал, это обижает и больно ранит тебя. Тебе кажется, что тебя обвиняют, что тебе необходимо обороняться и спасать свою жизнь, но, ревностно стремляясь спасти свою жизнь, ты теряешь ее. Тебе нужно совершить большую работу для самого себя, умереть для своего «я» и развить у себя дух снисходительности и терпения. Свидетельство для церкви, том 2, страница 424. Те, кто критикуют и осуждают друг друга, нарушают Божьи заповеди и оскорбляют Бога. Ни Господа, ни своих ближних. Братья и сестры, давайте устраним мусор критики, подозрений и жалоб, и не будем давать выход своей раздражительности. Некоторые настолько чувствительны, что на них невозможно воздействовать никакими доводами. Будьте очень чувствительны в отношениях правильного соблюдения закона Божьего и в вопросе того, соблюдаете ли вы закон или нарушаете его. Бог желает, чтобы наша чувствительность проявлялась именно в этом. Библиотека и комментарии АСД, том 7, страница 937. Раздел 3. Справляясь с разочарованиями. Вопрос А. Что написано о тех, кто любит закон Божий? Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Псалом 118, 165 текст. Избавься от мысли, что тобой манипулируют, что тебя обижают, что кто-то хочет осадить тебя или причинить тебе вред. Ты все видишь предвратно. Сатана все вещи представляет тебе в искаженном свете. Свидетельство для церкви, том 2, страница 424. Мир наслаждается грехом и ненавидит праведность, и это было причиной враждебности по отношению к Иисусу. Все отвергающие его бесконечную любовь будут считать христианство помехой. Свет Христов рассеивает тьму, скрывающую их грехи, и указывает на необходимость перемен. Люди, подчиняющиеся влиянию Святого Духа, начинают бороться с собой, соединившиеся же со грехом борются с истиной и теми, кто ее олицетворяет. Вот почему возникает вражда и последователей Христа обвиняют в том, что они возмущают народ. Их союз с Богом вызывает враждебность мира. Они несут на себе бремя Христа. Они вступают на путь, по которому шли самые благородные люди. Они должны встретить гнение не с печалью, а с радостью. Каждое огненное испытание является Божьим средством их ощущения. Они делают их пригодными для выполнения Божественной миссии. Любое противодействие играет свою роль в великой борьбе за праведность и увеличивает радость победы. Во свете этого последователи Христа скорее примут испытание своей веры и терпения, нежели будут избегать его как чего-то страшного. Желание веков. Страница 306. Вопрос Б. О чем нам необходимо помнить, даже если с нами на самом деле поступают несправедливо? «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». От Матфея 5, 11, 12 и 41 текст. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуетесь и восторжествуете. «Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо дух славы, дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». 1 Петра 4, 12-15 текст. «Тот, кто является Божественным главой Церкви, могущественнейшим из победителей, хотел указать своим последователям на свою жизнь, свои труды, свое самоотречение, свою борьбу и страдания, проходя через презрение, отвержение, насмешки, пренебрежение, оскорбление, издевательство, ложь, идя путем Голгофа к месту распятия, чтобы побудить их идти вперед к цели ради награды и воздаяния, обещанных победителю». Победа гарантирована благодаря вере и послушанию. «Давайте применим слова Христа к нашей собственной жизни». Review and Herald 24 июля 1888 года Раздел 4. Мудрость свыше Вопрос А. Каково первое качество мудрости небесного происхождения? Почему это так важно для нас? «На мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста» Иакова 3.17, первая часть «Блаженны чистые сердцем, ибо они, Бога, узрят» От Матфея 5.8 Ничто нечистое не войдет в город Божий. Его будущие обитатели уже здесь должны стать чистыми сердцем. Тот, кто следует примеру Христа, станет далек от нетактичного поведения, непристойных выражений и дурных мыслей. В том сердце, где обитает Христос, проявляется чистота и благородство мыслей и нравов. Однако слова Иисуса, «блаженны чистые сердцем», имеют более глубокий смысл. Благословляемые Христом должны быть не только чисты, в том смысле слова, как его понимает весь мир, то есть свободны от всего плоского, чисты от всякого вожделения, но и верны в сокровеннейших намерениях души, свободны от гордости и самолюбия, смирены и бескорыстны, как дети. Блаженство, изреченное на горе, страница 24 и 25. Вопрос Б. Объясните, на чем мы должны сосредоточиться, готовясь к встрече со Христом? Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что мы увидим Его, какой Он есть. И всякий, имеющий всю надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. 1 Иоанна 3, 2, 3 В своих ежедневных переживаниях мы познаем Божью милость, Его доброту и сочувствие к нам. Мы познаем характер Отца через Его единородного Сына. Дух Святой раскрывает нашему уму и сердцу правду о Боге и посланном им. Чистое сердце вступает в новые отношения с Богом, как со своим Спасителем, и, познавая чистоту и красоту Его характера, стремятся оздразить Его образ в себе. Они познают Его как Отца, желающего обнять своего кающегося Сына, и сердца их наполняются неописуемой радостью и благодарностью. Чистое сердце познают своего Дворца в делах рук Его, в красоте природы и во всей Вселенной. Еще яснее читают они об откровении Его милости и благодати в Священном Писании. Истины, сокрытые от мудрых и разумных, открываются простым. Прекрасные, облагораживающие истины, не признанные мудрыми мира сего, постоянно рассказываются перед теми, кто с детской доверчивостью стремится познать волю Божию и выполнить ее. Познавая истину, мы становимся причастниками Божественной природы. Уже здесь, на земле, чистые сердцем живут как бы в постоянном присутствии Божьем. Блаженство, изреченное на горе, страница 26-27. Раздел 5. Другие важные качества. Вопрос А. Назовите следующие за чистотой 5 качеств мудрости небесного происхождения, без которых наше влияние будет испорчено. Потом мирно, скромно, послушливо, полна милосердия и добрых плодов. Иакова 3.17. Средняя часть. Вы нуждаетесь в доброте, вежливости, кротости и смирении Христа. У вас есть много ценных качеств, которые могут быть усовершенствованы для высшего служения, если их осветить для Бога. Вам следует понять, что к собратьям необходимо относиться с добротой и вежливостью, а не с грубостью и суровостью. Вы не осознаете, какой вред причиняете им своим резким, властным отношением к ним. Служители в вашей конференции разочаровываются, теряют мужество, которое они могли бы иметь, если бы вы проявляли к ним уважение, доброту, доверие и любовь. Своим поведением вы отдаляли от себя сердца братьев и сестер, и поэтому ваш совет не оказывает на них должного влияния. Христианское руководство, страница 6 и 7. Если твои ожидания не будут оправдываться, тебе грозит опасность падать духом, испытывать беспокойство и желание перемен в жизни. Ты должен избегать своей склонности осуждать и властно повелевать. Освободитесь от всего, что хоть как-то напоминает дух критики. Богу не угодно, чтобы его многоопытные служители руководствовались этим духом. Вполне нормально, если молодой человек, украшающий себя смирением и внутренней кротостью, проявляет пыл и рвение. Но когда малоопытный юнец демонстрирует поспешную и безрассудную ревность, а также дух критики, это совершенно неприемлемо и даже отвратительно. Ничто не может так быстро испортить ему репутацию, как эту. Мягкость, кротость, снисходительность, долготерпение, способность и не поддаваться на провокации, но все переносить, все терпеть, всего надеяться. Вот плод, созревающий на драгоценном древе любви, имеющем небесное происхождение. Если это древо удобрять и подкармливать, она останется вечно зеленым. Его ветви не сохнут или истия не увянут. Она бессмертна и вечно, и постоянно орошается небесной росой. Свидетельство для Церкви, том 2, страница 134 и 135. Вопросы для повторения Вопрос 1. В каких ситуациях у меня возникает искушение судить о мотивах других людей и называть это проницательностью? Вопрос 2. Каким образом привычка критиковать других людей является нарушением Божьих заповедей? Вопрос 3. О чем нам следует помнить, когда по отношению к нам люди начинают проявлять токсичное поведение? Вопрос 4. Что значит быть чистым сердцем? Вопрос 5. Как я могу стать более отзывчивым, открытым и готовым повиноваться? Вопрос 5. Как я могу стать более отзывчивым? Вопрос 6. Как я могу стать более отзывчивостью? Продолжение следует...